И вновь традиционно встречаемся с Леоном Вайнштейном. Есть о чем поговорить. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Напомню, телефон в студии 847-4005-200. Но, наверное, сначала мы выслушаем информацию, которую с нами поделится Леон, а уже потом можно будет задавать вопросы. Давайте начнем, наверное, с генерального прокурора, с его расследования. Какие-то новые появляются, появляется новая информация. Тут он недавно давал интервью Fox News. Ну, в общем, все, что связано с его деятельностью. Может быть, коснуться еще и чуть-чуть уйти в прошлое, Конгресс. Конечно, я всегда, что называется, с вводом. Иначе часто бывает непонятно тем, кто не следит пристально, как мы с вами, за происходящим. Для них какие-то вещи непонятны, если не рассказать, что было до этого и как все это развивалось. Ну, значит, когда был нашим генеральным прокурором Сэшенс, то он по совершенно непонятной никому причине, ни нам, ни Белому дому, он как бы пустил все на самотек. Я не знаю, как он себе представлял, чем занимается генеральный прокурор, но вот снаружи как бы не видно, что он понимал, чем занимается генеральный прокурор. Сейчас он, кстати, после того, как он ушел, он сейчас будет пытаться снова как бы переизбираться в Сенат. Дай бог им здоровья. Он был нормальным, хорошим сенатором, но вот административно он, с моей точки зрения, не тянул. Значит, после того, как Сэшенс был убран и, так сказать, короткий срок был человек, который просто временно исполнял обязанности, вот пришел Бар. Бар пришел, это был очень хороший выбор президента, потому что он привел человека, про которого не надо было думать, как он может справиться с этой должностью, потому что он прекрасно с ней уже справлялся при Буше. То есть он уже был в этой должности очень хорошо, всем очень нравился. Это не значит, что он всем делал, так сказать, хорошо, а тем, что он всегда делал все по закону, и о нем, в общем, прекрасная молва идет о том, что он не партизан, как здесь любит говорить, и тому подобное. Значит, придя на эту должность, он понимал, что на него сваливается одно из самых главных дел, так сказать, что называется, последних там 50, я думаю, лет. А именно то, как он проведет, как он будет выходить, и что он будет делать после того, как он получит бюлеровское расследование и результаты всяких других расследований, которые параллельно начали вестись уже с подачи Сэшенса в свое время, там, генеральный прокурор в Арканзасе. И генеральным инспектором в самом Министерстве юстиции. И действительно, он немедленно, как только он опубликовал свои четыре страницы выводов из доклада, 400-страничного доклада Мюллера, как на него посыпались все шишки, что он, мол, пытается выгородить президента. На самом деле, он в этом письме написал только, что вывод номер один у Мюллера был, что не было никакого взаимоотношения между Трамповыми людьми и разведками любых стран, в том числе России, или Кремленом, или кем-то еще, лично Путиным. Кроме того, он сказал, что было 10 или 11 случаев того, что можно было бы назвать превышением полномочий, но его коллектив не пришел ни к каким выводам и передает право на решение этого вопроса своему руководителю, то есть нынешнему генеральному прокурору. Барб все это описал и в финале написал, что уселся он вместе с Родом Розенстайном, который начал всю эту историю, и с юристом Министерства юстиции, и они все втроем прошлись по всем этим пунктам и пришли к выводу, что там нет ничего такого, из-за чего можно было бы сказать, что президент превысил полномочия. Все, дело закрыто. Но мы же понимаем, что из-за того, что два с лишним года ежедневно демократы только и говорили, единственное, о чем они говорили, о том, какой ужасный Трамп, и как вот скоро придет мюллеровское заключение, и после этого мы его выгоним, посадим в тюрьму на 100 лет и тому подобное, избавимся от него навсегда. После того, как все газеты Америки, за исключением, там можно по пальцам пересчитать, кричали ежедневно, что, так сказать, о, наконец-то найдены материалы, вот они, мы видели их своими собственными глазами, все, он садится в тюрьму. После этого признаться, что они все это время врали, так сказать, и тому подобное, они не могли. Кроме того, так сказать, сложно очень было обвинить Мюллера, про которого они два с половиной года говорили, что он бог. Поэтому они все накинулись на Бара, что он неправильно что-то осветил. Начали делать из него, как они импичь не могут Трампа, не за что, да, то они начали говорить о том, что надо импичь, выгнать, немедленно растерзать Бара. Вызвали его на Капитолийский холм, на допрос, и один из вопросов, который ему задали, был такой, а, значит, вот как Мюллер-то относится, он не против того, что, значит, вы написали нам, на что, тот задумался на секунду Бара, и потом сказал, что нет, я не имею ни малейшего понятия, как Бар относится к выводам, которые я сделал. А что в голове было у Бара, это, а Бар в то время уже получил, как несколько дней, письмо от Мюллера, что он не согласен с, значит, тем, как трактуются в прессе выводы его комиссии. Значит, Бар немедленно позвонил Мюллеру и говорит, эй, а не знаю друга 35 лет, слушай, а что ты не мог мне просто позвонить и сказать-то? Он говорит, ну, там, мои ребята решили, что это надо формально сделать, он говорит, окей, хорошо, с чем ты не согласен, что-то такое, что я написал, тебе, так сказать, тебе кажется, фактически неправильно? И он говорит, нет, 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 все правильно. А что тебе не нравится-то? Ну, вот пресса неправильно поняла, я бы предпочел, чтобы вы не свои четыре страницы письма дали, а восемнадцать страниц, которые мы написали в начале нашего этого слова. Ну, Бар сказал, через две недели весь мир увидит эти восемнадцать страниц и, значит, кроме того, увидит, значит, практически все четыреста страниц своего доклада, так что все нормально, все в порядке. Так вот, значит, во время, на Капиталистском холме, во время допроса Бар на вот этот, так сказать, ответ сказал, ответил, не знаю, значит, по-моему, Мюллер никак не возражает против, значит, того, что я написал. Он имел в виду, что то, что я написал, а, значит, естественно, сразу же кто-то из людей Мюллера слил вот это письмо, и все стали кричать, демократы, что Бар их обманул, что он прекрасно знал, что Мюллер против того, что он написал. Нет, неправда, Мюллер никогда не был против того, что Бар написал, он говорил о том, что лучше бы дать не твое заключение, а мое. Дело Бара, какое заключение давать, он вообще не обязан был никаких материалов никому давать. Он мог просто дать свое заключение, точка, так в законе написано. А так как он еще после этого, Бар, отказался снова приходить на Капиталистский холм в Конгресс, потому что они начали менять правила взаимодействия, а не так, как это происходит обычно с людьми его ранга, а как будто он подследственный, как будто вообще идет импичмент процесс, то есть они взяли и начали менять то, как, так сказать, все это должно происходить. Он отказался, Бар отказался приходить на Капиталистский холм, и немедленно стали демократы призывать к тому, что его инконтемпт, то самое, что когда-то республиканцы сделали с Холдером, после чего ничего не произошло, Холдер еще два с половиной года работал, после этого нормально ничего. А они чуть ли не собираются, не предлагают послать туда полицейский наряд, к нему в кабинет арестовать его, заковать наручники и посадить в каземат, на полном серьезе они это говорят, в каземат под Сенат и под Конгресс. Значит, там у них есть, оказывается, казематы, когда-то были сделаны, сейчас они закрыты, с ржавыми решетками их уже показывали. А, значит, позавчера Бар находится в встрече, сразу же подошел к Нэнси Пелоси и спросил, принесла ли ты наручники. Значит, она жутко смутилась, начала что-то говорить, он сказал, что вообще не мое дело, вот там стоит полиция, если хочешь обращайся к ним, ну и тому подобное. В общем, такая чушь и ахинея вокруг этого крутится. И основная задача демократов сейчас это пытаться опорочить Бара, потому что он сейчас ведет несколько расследований параллельно, которые явно приведут, похоже уже очень, явно приведут к тому, что, значит, демократы или их ставленники во всяких целовых ведомствах не совсем себя законно вели, поэтому могут полететь в голову. Вот они пытаются его опорочить для того, чтобы потом сказать, что все, что исходит из него, все неправда, потому что он вообще все врет, потому что он лакей президента. Вот, в принципе, определительная ситуация на сегодняшний день. Ну, а если немного о том, какие расследования, в отношении чего расследования, чуть подробнее, если можно. Значит, идет три расследования. Расследование номер один – это внутри государственного аппарата инспектор Дженнелл, то есть генеральный инспектор Министерства юстиции, который уже несколько месяцев, я думаю, что почти год, расследует все, что связано с, вот, то, что называют ФАИСа, то есть обращение ФБР в специализированный суд, в котором всего есть пять судей на всю, на все Средневекции Америки, с просьбой дать им право следить всеми возможными способами ФБР за американским гражданином, что строго и воспрещено у нас по закону и разрешается только, если вот есть стопроцентные доказательства того, что, так сказать, либо с этим человеком может что-то случиться, либо он представляет угрозу для национальной безопасности. Значит, похоже, что там были все какие-то подтасовки и обманы. Значит, чем хорошо это расследование, это что генеральный инспектор все, что внутри государства, все обязаны ему показывать, то, что они, скажем, не обязаны показывать другим ветвям власти или куда-то еще, значит, он такой же сотрудник с высочайшей, с самой высокой, как у президента, наверное, степенью допуска, и он может лезть во все бумаги, они обязаны ему отвечать, если они ему не отвечают, и что-то делают не так, он может их, так сказать, выгонять с работы, сажать, ну, он не сам, так сказать, это делает, давать рекомендации и тому подобное, на аресты и т.д. Но, с другой стороны, он не может, не допрашивает ничего, требует того, что вне, то есть человек вчера уволился, все, бум, не может он больше его допрашивать. Он может документы запросить, которые были на этого человека, о нем его там и прочее, но допрашивать его он не может. Значит, поэтому люди, которые вне системы, не работают внутри государства, скажем, того же ФБР, юстиции и тому подобное, в общем, не боятся этих расследований. Но выяснилось, что три недели тому назад был назначен главный прокурор Коннетикута, такой дургам, который уже занимался несколькими очень важными и крупными расследованиями, его прозвали «бульдог» даже, он уже в возрасте, последнее дело, которое он из очень крупных расследовал, это скрывало или не скрывало ФБР, ЦРУ, что они допрашивали пленных с помощью, так сказать, пыток каких-то, были пытки, не были, он провел, так сказать, блестящее расследование, все накопал. Потом, так сказать, его президенты всех, что называется, мастей, всех партий, так сказать, его приглашали для того, чтобы он вел специальные исследования. Поэтому никто не может сказать, что он партийный, однопартийный, двухпартийный, он совершенно беспартийный человек, который занимается, вот тем, как Горовиц, кстати, который занимается расследованием. Вот он уже вместе с Горовицем может расследовать и применять, вот практически, как специальный прокурор Соединенных Штатов Америки, назначенный, вот, независимый прокурор, практически все то же самое может делать дургам, без того, чтобы тратили просто дополнительные деньги на создание еще одной комиссии. А Бар уже выделил несколько человек из своего штата ему в помощь, он будет пользоваться и своими сотрудниками и прочее. И вот это и должно было нам, и напугало, на самом деле, кучу демократов. И мы уже слышим, как Коми говорит, это не я, так сказать, хотел, чтобы вот этот файл, чтобы папка знаменитая про Трампа, значит, это самое, использовалась для дальнейшего расследования. Это хотел Брэнн из ЦРО. Брэнн говорит, никогда в жизни. Это хотел не я, это хотел, значит, из NSA этот самый, как его зовут, Клиппер. В общем-то, друг на друга начали уже пихать и махать, что показывает, что они начали нервничать. А третье расследование, уже теперь связанное с Хилари Клинтон и с ее деятельностью вместе с Биллом в фонде, получением денег, почему-то, как только ее не выбрали, деньги раз-разом прекратились. То есть, стало понятно, что деньги посылают не потому, что все так хотят, чтобы они мир в мире устанавливали, а почему-то они хотели именно потому, что она была госсекретарем, а потом стала его президентом посылать деньги. То есть, есть там всякие вещи, которые надо расследовать. Почему там Билл Клинтон получил, сколько он там получил, 750 тысяч за 40-минутную речь в России, в каком-то банке, а банка немножко частично принадлежит тем олигархам, которые с Путиным работают. Ну и т.д. и т.п. То есть, ведутся параллельно эти три исследования. Третье, оно ведется генеральным прокурором штата Арканзас. Оно уже практически закончено, как он сказал. Единственное, что ему что называется, приказали ждать Горвеца. Мне непонятно почему, но, наверное, хотят все соединить вместе. Бар хочет получить все вместе. Вещи эти. Вот выйдет Горвец, очевидно, в начале июня, похоже. Мы узнаем подробности в середине, в конце июня. Сразу же после этого мы получим расследование из Арканзаса по поводу Хиллари Клинтон. И думаю, что до конца года мы получим, может быть, в начале 2020 года, мы получим уже расследование, которое будет вестись на базе всей этой информации, уже Дурхаму, которая будет как бы соединить все расследования и все эти новые ветви, которые будут появляться в этом деле. И из-за которых, собственно, и начался мандраж в лагере демократов. Ну, и, конечно же, демократы заявляют о том, что это безумие вести какое-то расследование, это политическое преследование, как это так, это разрушение институтов. Несмотря на то, что после четырех расследований президента Трампа, то есть сначала ФБР, потом специальный прокурор, потом комитет, комиссия Конгресса, комитет Сената. Конгресс и комиссия Сената, да. Да. И ничего. И сейчас продолжает Конгресс пытаться чего-то там еще. И Конгресс, и Сенат, кстати, вызвали повесткой младшего Трампа. Ну, там на самом деле они хотели, всего одну вещь они хотели выяснить, и уже договорились, что это будет очень ограниченное время и очень ограниченный круг вопросов. Все, что их интересует, это до какого срока Трамп и его организация пытались продолжить проект строительства Трамп Тауэра, то есть башни Трампа в Москве. Потому что Майкл Коэн, которому, конечно, все очень верят, но такое наговорил, что совершенно не соответствует всем предыдущим заявлениям, как самого Трампа, так и его семьи, так и его организации, что, мол, он продолжал, что... Я вообще не верю, что ему кто-то поручал чего-то. Но он же пытается делать из себя очень важного человека, поэтому, значит, он продолжал, и он всем докладывал, и все очень радовались, но ничего не получилось. — Понятно. 36 лет был сенатором Джо Байден, 8 лет был президентом, сейчас обещает все, так сказать, проблемы, которые существуют в Америке, по вине Трампа исправить. И его темные девушки, так сказать, Трамп намекнул, что не мешало бы посмотреть там повнимательнее, чем занимался Байден, как младший в Украине, и что там происходило с Китаем. И Байден сказал, что это персональная атака на него, ничего больше. Как вы думаете, это действительно персональная атака на него? — Конечно, персональная атака. Естественно, когда у тебя ты возишь с собой сына, представляешь его, он приезжает обратно, и через две недели ему на счет вновь открытой фирмы переводится полтора миллиарда долларов, то это перестает быть очень персональным. Из Китая, я имею в виду. А потом ты везешь сына через четыре месяца на Украину в своем самолете, представляешь его, выезжаешь, и через месяц после этого ему начинают каждый месяц поступать где-то там по 100, 115, 120 тысяч долларов в течение трех лет. Значит, в общей сложности 3,5 миллиона долларов на его счет здесь, в Америке. За то, что он якобы состоит членом совета директоров энергетической фирмы на Украине, он никогда не занимался энергетикой, не знает украинского языка, не знает украинских законов и тому подобное. И ничего не умеет делать из того, что им надо было бы. Единственное, что он умеет делать, он умеет быть сыном своего папы. А так остальное, конечно, это очень, очень-очень-очень, конечно, атака на байт. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Это вас беспокоит Александр из Ашкелона, Израиль. Здравствуйте, Александр. Ну, вообще, приятные новости из Америки. Наконец-то началось какое-то расследование. Меня еще интересует, я где-то прочитал, что было еще одно расследование. Какой-то прокурор из Юты что-то там расследовал, тоже пока непонятно. Что он чего расследовал и как? Вы не слышали об этом? Да, этого прокурора назначил еще с Сэшенс, но... Да-да-да-да-да-да-да, только он назначил и ни слуха, ни духа. Я прошу прощения, я сказал Арканзас, конечно, имел в виду Хубера из Юты. Это он был назначен Сэшенсом, и вот он как раз занимается Клинтоном и их фондом. Да, но у меня как бы два вопроса. Первый вопрос, это касается, вообще я не понимаю, структура республиканской партии. Кто там руководит, что и какое влияние имеет Трамп на нее, чтобы как-то усилить свое влияние и уменьшить ли они от Невертрамперов. И второй вопрос у меня по поводу, на следующих выборах все-таки Трамп сможет вернуть... Конгресс. Понятно, спасибо, Александр. Спасибо. Ну, на первый вопрос ответить легче, чем на второй. На вопрос, может ли Трамп консолидировать, что называется, власть, то ответы да и нет. Потому что вообще у нас, особенно Сенат, Конгресс тоже, особенно Сенат, каждый сенатор это очень серьезная и крупная величина, представляющая свой штат. Штат Калиформия может быть 35 миллионов человек, там какой-нибудь другой штат поменьше, там 5 миллионов человек. Он ответственный, этот сенатор, перед своим штатом, перед своими теми людьми, которые его туда послали. Кстати, это нарушение изначальной Конституции Америки. К сожалению, так оно произошло. У нас раньше по-другому совершенно Сенат назначался. Сенаторы назначались. Так вот, сенаторы совершенно сами про себя думают. Если они считают, что люди, которые их выбрали, хотят этого, то они будут делать вот так. Может быть, они попытаются уговорить своих людей туда. А если они считают, что люди и хотят что-то другого, и, скажем, у них 50 на 50 демократов и республиканцев, и преобладает какое-то такое мнение, то они будут следовать этого мнения. А большинство сенаторов идет, что называется, вслед за тем, куда люди в его штате хотят идти. А часть наиболее сильных и интересных пытается свое представить людям и уговорить их, что они правы, даже когда мнение о людей не такое. Но сенаторы, те люди, которые думают каждый за себя, и они вместе с Трампом или любым президентом, когда они поддерживают его инициативу, и не с ним, когда они не поддерживают. То есть, ничего сделать нельзя. Можно уговорить их, ну, там, так сказать, в свое время демократы немножко другим образом действуют, они подкупают. А я думаю, что республиканцы тоже пытаются, так сказать, подкупать и прочее, но, по крайней мере, таких вот явных дел, как-то знаменитая «Луизиана Порчес» у нас называлась. Вот. Когда взяли и купили сенаторшу, передав 300 миллионов долларов на проект, который, так сказать, ну, я не знаю, там, кто-то из ее спонсоров или ее родственников, или, там, кто-то еще занимался этим, она вдруг раз и поменяла сразу же свое мнение. Значит, кроме того, у демократов существует система наказаний. Если ты не делаешь того, что Дэн Цепелоси там говорит, да, то ты будешь наказан, там, у них есть свои способы, не порка, естественно, не, ну, там, не участие в комитетах, не поездки за границу, там, там, и т.д., и т.п., всякие, так сказать, не приглашения на какие-то их тусовки. И люди это, так сказать, чувствуют, поэтому они пытаются устраиваться. У республиканцев значительно более разворот и шатание, а более демократическая партия, а республиканская партия более демократическая, чем демократическая. Вот, это ответ на первый вопрос. С одной стороны, да, если президент популярный, то все выстраиваются в цепочку сзади него и голосуют за него, потому что, ну, если популярный, все его хотят, зачем, так сказать, сопротивляться. А если популярный, если, вот, идя на выборы, у президента будет рейтинг 30, то половина сенаторов будет голосовать против него, это 100%. А, значит, теперь насчет перевыборов. Ну, конечно, у него есть шанс, естественно, у него есть шанс. Смотрите, какие большие успехи у США с экономикой, да. Сейчас, когда затормозилась история с Китаем, Трамп быстро перебросил, так сказать, усилия на Мексикана, этот самый Канадский фронт. И там были какие-то заковыки, почему-то подписывалось. Значит, быстро эти заковыки решили. И он объявил сегодня, что он снимает с алюминия и стали, которые поступают из этих двух стран, любые таможенные пошлины, а они, в свою очередь, снимают с наших продуктов питание, там, с сельским хозяйством. На некоторые продукты питания они накладывали 285%, то есть, ну, так сказать, эффективно ограждая свою страну, скажем, Канада, от молочных продуктов из США. А теперь, значит, выберут ли или не выберут, мы не знаем, но у Трампа есть и у деспубликанцев очень хороший шанс забрать места в Конгрессе и получить белый дом опять. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Алло. Слушаем вас, пожалуйста. Да, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот визиты в Иран бывшего министра иностранных дел Джона Керри и беседы там с руководством Ирана, которые шли абсолютно в пику внешнеполитическим действиям Белого дома. Может он понести какую-то ответственность за это дело юридическое или другого плана, но если не сейчас, то хотя бы в перспективе, потому что это вроде бы как антигосударственная деятельность. Да, давайте я отвечу на этот вопрос сразу же. Значит, есть такой Логан-акт называется, который говорит о том, что никто из ни частных людей, ни государственных служащих не может давать советы, рекомендации и прочее, и вообще вступать в любые переговоры с государством, с которым есть конфронтация, которая расценивается как враг, противник, соперник и тому подобное. Значит, то, что он делал, явно вписывается в этот Логан-акт. Насколько я знаю, сейчас юристы проверяют возможность, я сейчас не говорю про политическую правильность, я говорю про возможность, юристы Белого дома проверяют, или там, не Белого дома, а Департамент юстиции, возможность подачи на него в суд, а дальше, если выяснится, что это возможно, и он действительно допустил, и может это доказать, потому что он может говорить, что он там разговаривал о дочери своей, о зяте, о, как сказал в свое время, значит, тот самый Клинтон, когда он на Тормаке встретился с генпрокурором, значит, в то время, когда она расследовала его жену, там, очень серьезно, да, то они совершенно случайно встретили самолет, и там, так сказать, прилетел он случайно в тот же аэропорт, и встретился с ней, и они 42 минуты говорили о внуках и о теннисе. Вот. Значит, он может тоже это сказать и не доказывай, но если есть какие-то возможности проверить и выяснить, что он действительно давал им какие-то советы, то есть, вмешивался в политику, то да, его можно будет судить. Тогда будет решаться, имеет ли это смысл, а политически начинать это дело, потому что это отвлечет надолго людей от тех задач, которые, так сказать, предвыборных, которые ставит перед собой Трамп. Вообще, это серьезная проблема. Вот есть информация, что одна сотрудница Министерства иностранных дел разговаривала с китайскими официальными лицами и говорила, что им нужно переждать, просто переждать, скоро Трампа не будет. То есть, вот такая бюрократия, которая работает, такой лефтовер после Обама. А недавно Дайан Файнстайн, о чем заявил Марк Левин, застукали ее, которая разговаривала по айфону с министром иностранных дел Ирана. У нас натянутая атмосфера, обстановка, тут речь идет о каких-то возможных военных акциях. И член, второе лицо в Комитете по разведке беседует с министром иностранных дел Ирана. Что это такое? То есть, к сожалению, это имеет место быть. У нас масса звонков, но мы должны прерваться и отдать должное нашим рекламодателям. Уважаемые дамы и господа, буквально через пару минут мы вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с Леоном Айнштейном. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вчера на статус предвыборной гонки на пост президента вышел мэр Нью-Йорка Даблазио. Скажите, пожалуйста, будут ли учитываться его практические занятия в Никарагуа и на Кубе? Спасибо. Вы знаете, есть из 25 уже человек, которые объявили, что они выходят в эту гонку. Есть несколько серьезных людей, есть несколько тех, которые просто хотят потусоваться и имя свое куда-то продвинуть. Есть те, которые надеются, что а вдруг. А есть несколько смешных. Вот, значит, как раз Даблазио смешная кандидатура. Вот почему. Он был мэром, его переизбрали. Республиканцы, по-моему, вообще никого не выставили. Выставили кого-то и деньги, не выложили в это дело. И 60% либералов за него проголосовали. Он стал мэром второй раз. Теперь прошел опрос две недели тому назад по Нью-Йорку. Какой процент нью-йоркцев поддерживает нью-йоркцев город, в котором он второй раз уже, сколько, шесть лет уже мэр. Кто поддерживает его, чтобы он стал президентом? В его собственном городе его поддерживают 23%. То есть всего 23% людей хотят, чтобы он выбирался. Он это прекрасно знает. Он знает, что... Значит, у него никакого шанса нет. Он знает, что против него есть столько историй, в том числе, там, его жена. Они там, ну, почти оклушков. Они переделывали там что-то, связанное с обучением. Выделили на это 900 миллионов долларов. Из этого 200 миллионов долларов пошло в организацию, в которой руководит жена Даблазио. Потом этот проект закончился, 200 миллионов куда-то ушли, никто не знает как, никто не требует отчета. То есть там многое есть чего, кроме этого, еще копаться. Зачем ему вообще это нужно? И он понимает, что его вице-президентом никто не возьмет. А очень просто. Дело в том, что сейчас есть возможность обзвонить всех доноров и сказать, ты хочешь там строить что-то в Нью-Йорке? Ты хочешь что-то делать в Нью-Йорке? Вот давай присылай денежки мне в избирательный фонд. Он наберет там еще 100-200 миллионов долларов, и будет прекрасно жить. И у него будет возможность через там жену или другие организации вытягивать эти деньги. Больше никакого смысла в его движении нет. Спасибо. 847-400-5200. Телефон нашей студии. Ну а теперь давайте поговорим о предложении Трампа о реформе иммиграционного законодательства. Да, вы знаете, это уже серьезнее, чем Деблазио. Правда, в том виде, в котором она сейчас представлена, не потому что я считаю, что оно плохое, это предложение, а просто в том виде оно не пройдет. Но не пройдет даже, может быть, среди республиканцев, потому что есть пару так называемых либеральных республиканцев. Просто что имеется в виду, что у них в их штате, их выборщики где-то 50 на 50, республиканцы и демократы, и поэтому они боятся, так сказать, слишком отходить от той линии, которая держит их на их месте в Сенате. Ну, как такая демократия и работает, собственно. Ты представляешь интересы не президента, а представляешь интересы тех людей, которые тебя выбирают. Чего там нет в этом плане? Там нет никакого даже упоминания о вот этих самых 800 тысячах детей, которых привезли родители с собой. Сейчас, так сказать, если посмотреть, то сейчас уже какие-то там миллионы этих детей, которых сейчас привозят. Значит, родители привезли их в том возрасте, когда они не могли сами решать, у них нет и не было никогда другой родины, когда они не знают, так сказать, по-настоящему не знают ни культуры, ничего такого, тех стран, откуда их привезли. То есть, куда их отправлять, куда их, да? Поэтому их вот с ними придется решать. Со всеми остальными, которые здесь сидят, тоже придется решать. 12 миллионов там, приблизительно их 12 миллионов, вроде бы сейчас говорят, раньше вы говорите, может, 15, 18, сейчас 12. Тоже не выгонишь все 12 миллионов. То есть, что-то там придется делать, но это, так сказать, не сию секунду. А в свое время Трамп предложил демократам, дайте мне деньги на стену, а я, так сказать, соглашусь на то, чтобы не просто эти вот, как называется, Дака эта программа, там, так сказать, мечтатели, да? А еще там миллион других детей, которые болтаются здесь, которые уже выросли. Я тоже им разрешу остаться, а вы мне дайте деньги на стену. Значит, выяснилось, что для демократов не настолько важно оставить этих людей здесь, как важно не дать Трампу ничего сделать, потому что, значит, вот они могут остановить его, чтобы он не делал. Там с организацией рабочих вест они сделать ничего не могут, они бы это тормозили. Значит, поэтому, значит, этого нет. Там это обязательно будет принесено. Но Трамп, как все-таки хороший переговорщик, хочет, чтобы это та сторона принесла. Чтобы та сторона пришла и сказала, это возмутительно, это ужасно. Если вы не будете вот об этом говорить, мы вообще, тогда Трамп скажет, да, ну окей, давайте поговорим, принесите свои предложения. Значит, на самом деле, то, что он предлагает, это очень хорошо для страны. Очень хорошо для страны. Основное, на самом деле, предложение в том, что если сегодня больше 60% приезжающих сюда людей приезжают по воссоединению семей, и только где-то 12, по-моему, процентов приезжают те, которые нам нужны на работу, то Трамп хочет это перевернуть. И сделать 57%, что приезжало, которые связаны с работой, а остальные приезжали, там, часть по семейным делам, а часть, так сказать, как беженцы и тому подобное. То есть, скажем, так сказать, тех, кого привозят по... Что такое семейные дела? Никто не останавливает приезд сюда, скажем, супругов или детей, да? Ну, вот начинается. Значит, я приехал сюда, я вызываю своих родителей. Они приехали через полгода, через год, они, значит, получили какие-то документы, тут же вызываю своих остальных 6 своих детей. Те приезжают, естественно, со своими детьми-внуками, и уже приехало 25 человек, да? Теперь, значит, вот у меня приехал, так сказать, там кто-то, а у его жены тоже есть родители. Она вызывает этих родителей, которые здесь... И дальше эти родители начинают вызывать уже всех остальных своих детей, с внуками, там, и т.д. То есть, посчитано, что за 15-летний срок на одного въехавшего сюда человека идет цепная эмиграция в 30 человек. Особенно, когда дело идет из стран, как вы понимаете, очень небогатых, очень необразованных. Люди, которые приезжают сюда и тут же садятся на шею налогоплательщикам, и приезжают сюда в большинстве, потому что, так сказать, там жизнь плохая, здесь жизнь лучше, а еще, так сказать, за ней будет кто-то платить. Вот это Трамп хочет всячески, так сказать, остановить. И кроме того, с точки зрения американского, так сказать, администрации, привоз лотерея, это полный бред. Мы отказываем студентам, которых мы здесь учим, которые стали, так сказать, там, МА получили, доктора и тому подобное, специалисты. Мы им говорим, нет, вы не можете остаться, уезжайте, хотя они очень нужны были здесь в Америке. Но зато мы говорим, мы разыгрываем по всему миру некую лотерею, у кого, значит, выпадет монетка, тот приезжает. Любой, ну, там есть неприступник, да, любой человек, пусть он будет там колхозник, пусть он будет дворник, пусть он будет кто угодно, пусть он будет со специальности, при которой невозможно устроиться в Соединенных Штатах Америки, пусть приезжает, потому что он выиграл лотерею. То есть мы все время делаем не то, что нужно стране, а просто забавляемся в какую-то такую странную игру, при которой, вот, так сказать, разыгрываем лотерею, кто может приехать в Америку. Я извиняюсь перед теми людьми, которые выигрывают лотерею, слушают меня сейчас, но, так сказать, согласитесь с тем, что это какая-то вообще полная хинея. Значит, если у вас есть дом, в который вы пытаетесь пускать только людей, которые жить к вам, если кто-то стучится в дверь, вы пытаетесь проверить, кто этот человек, нужен он вам зачем-то, может он вам помочь, может он вам охранять, чинить там что-то. Или вы берете полного нахлебника, просто потому, что он громче всех стучал, или просто потому, что монетка выкинула его, и он вытащил там короткую спичку. Вот, поэтому план Трампа абсолютно, он не радикальный, он, то, что называется, здравый смысл. Заковык очень много именно с точки зрения, вот, так сказать, демократического, попытки демократов не дать ничему того, что Трамп делает, случится. Как Трамп сейчас строит стену с помощью военных, а они всеми силами пытаются подавать в суд и добиваться того, чтобы остановить строительство стены, и сюда шло как можно больше, значит, незаконной миграции, тащили сюда, так сказать, проституток, малолетних детей, наркотики, все что угодно, оружие, там, все что угодно. Ну, и главное, вот, черт с ним, пусть Америка будет хуже жить, главное, чтобы Трамп не остался президентом. Спасибо, телефон студии 847-400-5200, если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Вот сейчас я увидел информацию о том, что администрация президента Трампа отказала комиссии Конгресса в затребованных налоговых документах. Помните? Требовали от него за 6 лет все налоговые документы, и в очередной раз администрация, то есть Мнучин, скорее всего, министр финансов, сказал, ну, они аргументируют это, что это не, так сказать, просто фишинг экспедишн, что называется, и не имеет ничего общего. У нас есть три равноправных ветки в правительстве, и у каждой есть свои задачи, вот, они равноправные, а президент не отчитывается Конгрессу, президент отчитывается народу Америки. У Конгресса есть право, когда они собираются вводить какие-то законы, и они обсуждают этот закон, они могут затребовать какую-то информацию для того, чтобы проводить эти законы. Либо, когда они расследуют какое-то преступление, то они могут, в связи с расследованием этого преступления, затребовать какую-то информацию. Дело любого человека или госслужащего, а наш президент госслужащий, сказать, нате вам информацию, или вот вам часть информации, а это нет, судите меня. Либо сказать, ребята, вы это делаете, с моей точки зрения, не для того, чтобы законы, а для того, чтобы пытаться меня не переизбрать, найти что-то там, как вы пытались с Мюллером это делать, и ничего не получилось. Теперь вы ищете в другом месте. Поэтому, дорогие, идите в третью ветку власти, которая называется суд, судите меня, и я буду доказывать, что вы не имеете на это права. А вы будете догадывать, что вы имеете право, и посмотрим, что третья ветка власти нам скажет. Вообще, что касается желания демократов, и не только демократов, и, так сказать, сторонних наблюдателей заглянуть в налоговые декларации бизнесмена Трампа, просто такое необузданное желание. И при этом абсолютное равнодушие к тому, что политики, Трамп занимался бизнесом, колоссальный бизнес по всему миру, заработал миллиарды, там, в какое-то время терял миллиард с лишним денег. А вот у них абсолютная равнодушие и безразличие, и никакого любопытства по поводу миллионов заработанных политиками во время их пребывания на государственной службе. А заработали не они, зарабатывали их жены или мужья. А вот сюда бы заглянуть, вот Дайан Файнстайн, в частности, муж проделывает колоссальный, имел колоссальный бизнес с Китаем. Китайский шпион, 20 лет работал личным водителем сенатора, в свое время председателя комитета по разведке Дайан Файнстайн. Ни у кого из демократов не вызывает никакого интереса эти обстоятельства. Как муж зарабатывает с Китаем, как шпион китайский, то есть... А, я скажу еще лучше, есть Нэнси Пелоси, муж, который подрядчик на миллиарды государственных наших Соединенных Штатов Америки, не Китая, а наших государственных подрядов. Он выигрывает тендеры. Очень интересно, правда? Он является совладельцем одной из каких-то рыбоперерабатывающего завода где-то там на острове. И когда был принят закон, федеральный закон о минимальной заработной плате, то есть они приподняли в очередной раз, эта территория была исключена. Совершенно случайно. Но это по чистой случайности, я полагаю. Абсолютно. Ниакого отношения не имеет к тому, что люди, живущие на этой территории, они рабы. Ну, зато Пелоси, так сказать, как-то удалось случайно заработать еще несколько миллионов денег за счет вот таких исключений. Ну, конечно, конкуренция эта платила больше рабочим, а они нет. Еще одно движение. Секс-страйк, то есть забастовка, сексуальная забастовка. Алисия Милана провозгласила сексуальную забастовку. И вот, похоже, к ней присоединяется кандидат в президенты Камала Хэррис, чей политический путь или такой подъем... То есть я так понимаю, что сексуальная забастовка, я не буду давать мужчинам пользоваться моим телом, что ли? Ну да, ну да, ну да. Каким мужчинам Камала Хэррис собирается не давать пользоваться? Вы напрасно смеетесь. Камала Хэррис сделала свою карьеру, это факт известный, мэр бывший, там, ваш Калифорнийский, он об этом говорил, рассказывал. То есть ее первые шаги к большой цели были как раз через постель. Ну, очень хорошо, то есть все, она добилась своего, все, теперь все. А теперь уже она собирается выиграть просто выборы, вот без всяких, так сказать, участвуя в сексуальной забастовке. Да, ей нужно всего 65 миллионов человек, чтобы за нее проголосовали. Да, кстати, еще интересно, 74-летняя, как же ее зовут, Бет Мидлер, тоже заявила о том, что она присоединяется к сексуальной забастовке. Вот это будет удар по нам, ох, удар. Как же мужики это переживут, ничего не могу понять. Как же мужики переживут вот такой удар. Так, у нас еще осталось буквально 4 минутки времени, может быть. Да. Может, еще мы о чем-то, о чем не говорили, то, что... Ну, хотя бы о Иране. О Иране, да. Да, потому что на самом деле там неприятные дела происходят, и вот почему. Ну, там, как все знают, несколько дней тому назад Америка вдруг развернула один из своих линкоров, этих самых авианосцев. Так, и начал спешно двигаться в сторону Хармуза, в сторону Ирана. Кроме того, значит, Б-50, целый отряд их, это мощнейшая сила, огромные самолеты с огромным бомбозапасом, поддержанные истребителями практически, так сказать, можно разбить все, что угодно. А мы тоже, так сказать, полетели в ту сторону, потому что, как заявили нам наше правительство, они получили подтвержденную информацию. Она у них была, но они ее подтверждали. Они подтвердили информацию о том, что что-то нам не рассказывают, что иранцы готовили, значит, и довольно размывчато нам сказали, значит, против, значит, американских солдат и американских интересов в регионе. После того, как Америка бросила, так сказать, туда бомбардировщики и развернула, значит, вот целый флот, потому что сегодня авианосец не ходит один, он ходит с целым отрядом. Это огромная, так сказать, сила. Вдруг четыре танкера, слава богу, не с нефтью и тому подобное, но четыре танкера, которые находились приблизительно в районе Абу-Дабу, были атакованы. И у каждого из них была приблизительно там, где вот линия воды, здоровая дыра, где-то там, так сказать, метр, там, метр двадцать шириной, ну, шириной, диаметром. Причем, значит, нам не говорят, чем атаковали, но атаковали чем-то либо из-под воды торпедным, либо, так сказать, дронами. Мне не очень понятно, почему, если это дрон, то почему у воды, значит, это произошло. Ну, неважно, я же не специалист. Значит, на это американцы развернули еще один корабль, на котором уже теперь ракеты «Патриот» есть, и он спешно идет в ту же самую сторону. Значит, по этому поводу иранцы высказывались типа того, что у нас есть ракеты, которые могут достать до ваших кораблей, а потом они заявили, что если раньше мы расценивали расположение американских войск на Ближнем Востоке как угроза, то сейчас мы расцениваем это как возможность. Возможность, мол, стрелять по ним, мол, и хорошо. И официально объявили, что все американские войска, раскротированные на Ближнем Востоке, они являются террористами, и поэтому, значит, они имеют право, иранцы, в любой момент по ним стрелять и делать все, что угодно. Это в ответ на то, что мы объявили, что Вячеславская гвардия, она является террористической организацией, чем она в действительности является. Так что там слова, много напряжения, я думаю, что европейцы там снуют туда-сюда, потому что европейцам очень не хочется терять всякие денежные контракты в Иране. Да, Иран еще заявил, что они будут продолжать и возобновлять свои всякие очистку урана. То есть там происходит очень много нехороших вещей. Я думаю, что они происходят из-за того, что у них дичайшее экономическое положение, им надо как-то из него выходить. Один из способов выхода – это война для того, чтобы людям объяснить, что сейчас война, и поэтому у нас так плохо, и вообще кто будет пикать, мы всех будем расстреливать, потому что у нас военные действия идут. Ну вот, посмотрим, что называется, кто кого. Кэрри, судя по слухам, звонит в Иран и говорит, да не волнуйтесь, продолжает свою политику, потому что через полтора года точно уберут Трампа, а главное – пересидеть. То же самое похоже, что говорила Файнстайн китайцам. Ну, посмотрим. Ну и, кстати, Файнстайн и с министром иностранных дел Ирана разговаривал, а я, похоже, подозреваю, что на эту же тему. Наверное, да. Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok